Спрашивают у вас, Евгений, что вы думаете о Мадонне? Это та, которая от отца невидимки родила? Да, возможно, она. Но поет, которая под фонограмму. А, это другая вообще. Та, которая родила от отца невидимки, это другая. Ну, по-моему, она не всегда под фонограмму. Она же не советская русская певица. И так, и да, читай, что хотят узнать. Ну, вот хотят узнать, что вы думаете о ней, как о певице. Как о певице. Ну, видишь ли, это все-таки больше шоуменство. Это не пение, это не в чистом виде певица. Это элемент шоу-бизнеса. Очень качественный, очень работящий, очень хорошо придуманный, очень хорошо ведомый продюсерами, безусловно, стильный. Но для меня это абсолютно неинтересно. По одной простой причине. Там пустота. Вот совсем. Что такое музыка или что такое песня? Песня – это путешествие, это простор, это нежность, это ветер, это шум леса, это судьба, это закат и рассвет, это интонация. Вот что такое песня. А когда вместо всего этого сделан трюк и номер, который жрет примитивная публика, ну, что, ну, хорошо, ну, вот пожилая женщина, которую, ну, да, хорошо ее режут постоянно пластикой, ладно, она выглядит в 50, там, на 48 выглядит хорошо, или даже на 20, да хоть на 10, какая разница мне. Она синхронно с какими-то там четырьмя-пятью обезьянами или десятью прыгает на сцене. Синхронно. Обалдеть. Просто с ума сойти, как это интересно. Это может заинтересовать только совершенно примитивных людишек, которые ничего не понимают в музыке, в мелодии, в любви, в смысле, и, главное, им не с чем сравнивать. Им не с чем сравнивать. Они ничего не чувствуют, ничего не ищут. Поэтому, когда тетка двигается синхронно там с тремя белыми, четырьмя неграми, или наоборот, и это, ой, как интересно, тем более еще свето-пиротехника, действительно, планично, никогда плазму не видели, да, на плазме все это крупненько, там, много электричества. Знаешь, ощущение, что никто электричество за сто лет не насмотрелся, да. Ну, хорошо. Но ничего же нет. Вот, вон, Эдит Пиафа выходила на темную сцену, на темном заднике, в черном платье, без украшений. Оторваться невозможно. Песню, знаете, наизусть, наизусть. Выходила Шульженко, выходит Доминго. У Доминго никогда нет задника с какими-то изображениями, там, и передника нет, ничего нет. Выходит, и все устремляются на маленькую фигуру издалека, потому что оторваться невозможно. Мирей Матье, да, которой мне не близка ее политическая, так сказать, всеядность, но неважно, она профессионал, она живет профессией. Там есть голос, там есть в песнях эмоции, смысл, развитие. Вот, а Мадонна, это вот, ну, хорошо, конечно, что она так выглядит, что она режется, это приятно, хотя все равно, ну, это приятно так прийти и пообщаться в толпе, но все равно это же все не свежее. Если секс с этим уже невозможно, это все не свежее. Если физически, вот, музыка, я тебе говорю, что это не очень мне интересно, а вообще эти пластики, то есть, конечно, хорошо, что она не корова, это приятно, но все равно, знаешь, как Раневская говорила, уже тогда начинались пластические операции, Орлова много делала, а Раневская сказала, какой смысл штукатурить, да, когда канализация прогнила, да, даже все равно в этой Мадонне канализация на ее возраст, поэтому, кроме того, что то, что вы видите, это режиссура, это не она. Вот Пиаф, Доминго, Шульженко, Долида, Рафаэль, Азнавур, это они. А она продукт, она в лапах режиссера продукт, она сама по себе просто идиотка в шапочке вязаной. Ну, в общем, вот так и что, это качественный продукт для толпы, у нас такого нет, вот эти два тезиса точно, но в то же время, если вы спрашиваете меня и серьезно глубоко, то, простите, вот такая история. Продолжение следует...